всем привет друзья меня зовут андрей добро пожаловать в новый выпуск нашей рубрики где мы говорим коротко о технологиях и не только и сегодня в выпуске я вам расскажу про гиперкар ssc qtara который установил мировой рекорд скорости а также про дисплей пространственной реальности sony который создает удивительные голограммы ну и напоследок 80 ватный беспроводной адаптер сяоми заряжает смартфон всего за 19 минут обо всем этом мы сегодня поговорим в этом выпуске поэтому обязательно подписывайтесь на канал если не подписались усаживаемся поудобнее и давайте начинать американский гиперкар смог разогнаться до 533 километров в час на пустом шоссе в штате невада рекордную попытку предприняли в штате невада на перекрытом 11 километровом отрезке трассы state road 160 между городами парамп и лас-вегас автомобиль под управлением британского гонщика оливера уэба после первого старта мог разогнаться до 484 километров в час а в обратном направлении до 533 километров в час в итоговом протоколе в соответствии с требованиями книги рекордов гиннеса была зафиксирована средняя скорость автомобиля которая составила 508 километров в час согласно правилам в зачет идет средний показатель скорости достигнуты после двух стартов с противоположных сторон поскольку условия во время заездов в разных направлениях могли значительно отличаться друг от друга на максимальную скорость может влиять например наклон дороги попутный ветер и другие критерии гиперкар и соседью тара был разработан фирмой шелби суперкарс основанной джерадом шелби в 1999 году купе массой всего 1250 килограмм оснащено двигателем в 8 с объемом 5 и 9 литров с двумя турбинами который при работе на био это ноли развивает 1750 лошадиных сил она обычно бензине с октановым числом 92 1350 лошадиных сил первую сотню гиперкар набирает за две с половиной секунды а заявленная максимальная скорость составляет 502 километра в час двигаемся дальше очередная новинка от sony дисплей пространственной реальности впервые представлены на си и с 2020 как и и сэнсинг light филд дисплей его нынешнее название с арт дисплей правда далеко не всем любителям голографического контента такое устройство будет по карману его цена 5000 долларов с арт дисплей состоит из 15 6 дюймового 4к жк дисплея который дополняет высокоскоростной видеодатчик отслеживающие движения глаз и очень тонкая точно настроенная микро оптическая линза которая обеспечивает чрезвычайно высокую четкость изображения она также распределяет экран между правым и левым глазами формируя стереокартинку из двух отдельных 2к изображений к сожалению создаваемые с арт дисплей голограммы ограничены размерами 13 на 6 на 5 дюймов более крупные объекты будут выглядеть обрезанными по краям если сильно приблизиться или отклониться от экрана в любую сторону камера не сможет отслеживать движение глаз пользователя и 3d эффекта вы попросту не увидите при этом видеть голографическое изображение может только один человек чтобы воспользоваться с арт дисплей потребуется мощный пока для обработки сложного алгоритма формирования голографического изображения в режиме реального времени как сообщает сони интерес к сар дисплей уже проявили volkswagen и представители киноиндустрии в частности ghost corps а также одна из крупнейших в мире архитектурных фирм устройство поступит в продажу в ноябре и давайте перейдем к последней новости один из крупнейших в мире производителей смартфонов китайская сяоми корпорейшн сообщила о работе по созданию новых беспроводных зарядных устройств на очереди 80 ваттная модель которая способна зарядить батарею емкостью 4000 миллиампер часов на 50 процентов за 8 минут и полностью за 19 предыдущее достижение сяоми зарядное устройство мощностью 50 ватт для смартфона mi 10 ultra которая полностью заряжает его четыре с половиной тысячи миллиампер часов за 40 минут свою очередь конкурент сяоми китайская компания oppo представила собственную версию зарядника мощностью 65 ватт со временем полной зарядкой 4000 батареи за 30 минут однако эта технология пока не притворена в коммерческое устройство сяоми пока не сообщила о начале продаж своей новинки однако в том что она не за горами можно не сомневаться в последние два года компания с завидной регулярностью поставляла на рынок телефоны со все более продвинутыми версиями зарядных протоколов достаточно вспомнить что mi 10 ultra появился в продаже всего два месяца назад на этом я буду заканчивать дорогие друзья спасибо что досмотрели этот выпуск до конца я рекомендую вам подписаться на этот канал если вы до сих пор не подписались поставить колокольчик чтобы не пропустить следующий выпуск ну и обязательно поставить этому видео лайк также друзья обязательно подписывайтесь на все наши полезные каналы все ссылки будут в описании но я желаю успехов вам и вашим близким спасибо еще раз за просмотр до новых встреч по а у у а у у а у Субтитры создавал DimaTorzok